50 на 50. Символично в год полувекового юбилея трассы на соревнования заявилось полсотни участников. На торжественном построении горнолыжников приветствовал глава Новорайского городского округа Владимир Машков. Он и сам совершил несколько спусков. Прекрасного отдыха, хороших стартов, нормальных финишев и будем дальше развивать и трассу, и наш город. Праздником! Соревнования проходили по горнолыжной дисциплине с лалом «Гигант» в трех подгруппах. От 18 до 34 лет, от 35 до 54, от 55 лет и старше. Спорту все возрасты покорны. Номер 11, 56, 06. Одни были нацелены только на победу, другие соревновались для себя, третий просто пришли поболеть за близких. Я водой за маму. Папа со Степой, потому что и папа не занимался горными лыжами профессионально. Участники соревнований едины во мнении. Горнолыжный спорт затягивает. Без него досуг не представляют. С 92-го года горнолыжкой занимаюсь. Скорость, драйв, красота, природа. Конечно, не могу. Я даже своих всех родственников на лыжах поставил. Брата жены, его жену, сына. Можно и прыгать на них, на лыжах. Тоже трюки всякие, как на сноуборде. Субботним днем на горнолыжном комплексе было людно. Погода благоволила. Немало желающих пришли просто покататься. Не только на горных лыжах, но и на сноубордах, как семья Куприяновых. Мы ездили на банной, в Башкирию катались на сноубордах. Все, и сфотографировались на самой вершине горы. Мы победили, взяли главный приз. Один каждый выходной проводим. У нас все равно всех лучше здесь, потому что снежнение естественное. Не страшно, но мне кажется, что горка маленькая. Человеку, никогда не стоявшему на горных лыжах или сноуборде, как, например, мне, все вот это кажется безумно страшным делом. Но на самом деле, пообщавшись на спуске с теми, кто в прямом смысле спустился с горы, заражаешься такой энергетикой, что только остается завидовать. Горнолыжный спорт явно не для слабонервных, но глаза боятся, а ноги в ботинки и вперед. Хорошая новость для всех желающих – начать заниматься этим экстремальным видом спорта. В юбилейный для трассы год планируют открыть секцию для детей и взрослых. Анна Акрамова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания.